ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Но сразу говорю, его убить очень сложно Но я его грохнул Но 18 патронов на самом деле вам не очень помогут Просто потому что зомби можно убить только в голову А на выстрел сбегаются их столько, что ну 18 патронов просто не хватит Вас просто забьют до смерти Так же как и в частях Dead Island Оружие можно прокачивать, улучшать их свойства Приделывать электрошокеры, бензопилы, еще что-то Естественно у них есть шкала прочности Они ломаются не полностью, правда Но в определенный момент они просто бьют Но урона в общем-то не наносят Это полностью нормально и со времен Dead Island в общем-то не изменил Но вот противники, с которыми тебе приходится сражаться Изменились и в лучшую, и в довольно опасную сторону Дело в том, что разработчики добавили как стандартных видов зомби То есть это простые зомби Всякие громилы, блевальщики, взрывальщики и так далее В общем-то монстры, которые были и в частях Dead Island Также добавили и новых Скажу сразу, это небольшой копипиздинг Сделанный с выгодом для игры Потому что стырили они действительно классно Дело в том, что, как я уже сказал В игре ночь меняется на день, на день, на ночь И есть такая вот смена Это полностью нормально Зомби, которые днём для вас практически никакой опасности не представляют Мимо них очень легко, в принципе, бегать Ночью превращаются в бегунов От них скрыться практически нельзя, если только паркурить Но среди этих бегунов также есть и кровососы Не знаю, как они точно называются в Dying Light Но это вылитые кровососы из сталкера А когда ты ночью ходишь, только не включая фонарик Потому что с фонариком вас, естественно, увидят И на тебя смотрит кровососов светящимися глазами Тебе нихрена не видно, кроме его глаз И щупалец, я не знаю, в свете там фонаря дальнего Он ходит, смотрит От него скрыться практически нельзя Он очень сильный Убить его тоже практически нельзя Это реально жопа Его просто-напросто боишься, ссышься, срёшься Пытаешься сделать так, чтобы он тебя не заметил И если вам всё-таки судьба приготовила где-то там ходить ночью То мой вам совет Не бегите, всё осматривайте Пробегайте мимо... Не пробегайте, а просто проходите мимо этих зомби Потому что любой шум, они, естественно, сбегаются И так далее Потому что у них есть определённая зона видимости И если они в этой зоне видимости вас увидят То считайте, что вы труп Потому что от них можно отделаться только на базе Где есть ультрафиолетовые фонари и так далее А так, если они вас заметили, то всё Считайте, вы покойник В общем-то, добавили действительно прикольные зомби Я не буду сейчас всех вспоминать Но это действительно круто Это действительно зомби, которых ты боишься Которых ты срёшься Ты проклинаешь судьбу, когда их встречаешь И так далее Я уж не говорю про конечные миссии Которые происходят во второй части города Встречаются громилы, которых вообще убить никак нельзя Они за один удар тебе все жизни сносят И, в общем-то, ничего с ними поделать не можешь Если у тебя, конечно, там, я не знаю, нет огнестрела С полным боезапасом Но опять же На любой выстрел сбегаются зомби Которые, в общем-то, покрушат тебя всю жизнь Также хочу прямо сейчас сделать такое небольшое лирическое отступление И рассказать кое-какие свои мысли Так вот, я считаю, что для людей, которые создают искусственный интеллект В зомби-шутерах В общем, в тематике, где есть зомби Это самая фортуна, я не знаю Просто потому, что искусственный интеллект для зомби Создавать практически не надо Ну, зомби и зомби У них мозгов-то нету Какая у них нафиг тактика и интеллект Просто ходячие мертвецы Которые просто хотят, я не знаю Убить кого-нибудь или сожрать мозги Медленные, неповоротливые Ни хрена не видящие и так далее Сбегающие только на звук, может быть Поэтому я считал всегда, что Ну, зомби это самая классная такая вещь Для которой вообще интеллект придумывать не надо Значит, просто подписал пару, я не знаю, скриптов и всё Но, разработчики Dying Light доказали Что по лёгкому пути никогда не надо идти Если бы они добавили только простые зомби Dying Light получилась бы скучная игра Честно скажу, просто потому, что Ну, зомби не представляли бы никакой опасности А значит и экшена никакого не было Ты бы помирал бы, я не знаю Ну, раз в 20 часов в геймплее Отбирали у тебя там, ну, 400 опыта Которые ты получил Да, ты при смерти отбирают опыта Весь полученный Практически Ну, тем не менее Огромное спасибо разработчикам За то, что они пошли по трудному пути Именно поэтому Вот именно за зомби тематику Им, ну, твёрдая десятка Это просто класс Теперь сюжет На самом деле, сам по себе сюжет В принципе, оригинальность не блещет То есть, какой-то агент спецслужб Отправляется в зону карантина Где есть куча зомби Где есть город большой Разделён в две части и так далее И когда он туда попадает Он понимает, что попал в настоящую жопу Есть куча зомби Которые могут сломать его жизнь Есть две группировки Бандами их, в принципе, назвать нельзя Потому что, ну, одна из них точно банда А вот другая, я чё-то сомневаюсь Так вот, есть две группировки Которые воюют между собой За одну из этих группировок Он начинает выступать Пытается чё-то делать и так далее Такой замес есть, в принципе У любой игры с зомби тематикой Это, в принципе, стандарт И злиться на это Не то, что не надо Не хочется, в основном Потому что, ну, это стандарт Зачем на это злиться Это неплохо Нет Но вот как подаётся этот сюжет Это действительно классно Это оригинально Потому что, ну, ни в каком другом зомби тематике Я такого ещё лично не видел Потому что я, к примеру Просто как пример Прошёл уже 13 часов Ну, у меня 13 часов всего в игре наиграно 9 из которых я 100% проходил сюжет И, прикиньте, мне до сих пор не доел То есть 9 часов я проходил сюжет И он мне не надоел Потому что с главным героем С тобой именно Происходит столько разных вещей Ты в стольких местах побываешь Столько всего увидишь Что это Ну, это действительно классно Разработчики додумались это Сделали Реализовали И выглядит это классно 5 баллов 10 из 10 И так далее Только за сюжет Это действительно классно Ну, в смысле Как сюжету Чисто с сюжет точки зрения Это Ну, не 10 ладно Из 10 Но 9 и 5 из 10 Это 100% Естественно, так же Как и в Dead Island В Dying Light Есть прокачка И тут она реализована В принципе, так же Как и в каком-нибудь Скорейме Или же GTA То есть то, что ты чаще всего Используешь То и прокачивается И 3 основные тематики Это ловкость Это силы Это выживание Чаще дерешься с зомби Естественно, прокачивается сила Тут и силы удара Тут и какие-то особенные улучшения На оружие И так далее В общем, все связанное с силой Прокачивается Чаще Бинтуешься Или что-то еще Связанное с выживанием Я не помню точно там что Но, тем не менее Естественно, прокачивается Выживание Тут и Восстанавливаемые ХП Из Аптечек Тут и Материалы, которые ты используешь Для создания аптечки Уменьшаются И так далее В общем, все связанное с выживанием Если же ты чаще Паркуришь Чаще от кого-то Бегаешь И так далее То, естественно Прокачивается ловкость Тут и Энергия, используемая При беге Тут и Какие-то особенные трюки Вплоть до Тихого уничтожения Врага И я сейчас не шучу Стелс в игре тоже есть И он, в принципе, реализован Очень и очень Неплохо Во всяком случае Пару раз за игру Я им точно пользовался В общем Очень и очень неплохая Мне кажется Прокачка Которую добавили в игру Это тоже, конечно же Плюс К игре Естественно Так же, как и у любой другой игры У Dying Light Есть свои недостатки Которые, на самом деле Видны невооруженным глазом Которые заметны там Практически с самого начала игры Дело в том, что Первый недостаток Это управление Паркура Построено на скриптах Дело в том, что Когда все Практически управление Построено на скриптах И ты прыгаешь там С здания на здание Когда-то твой персонаж Может увидеть И зацепиться То есть Сработает скрипт А когда-то Может не увидеть Не сработает скрипт Ты сорвешься там С пятого этажа Грохнешься Потеряешь очки опыта Помрешь И очуешься вообще В другом конце города Там, где есть мирная зона Да, когда ты умираешь Очухиваешься в мирной зоне Но тем менее Ты помер Тут не сработал скрипт Но на самом деле Разработчики Такие вещи Свели К минимуму Когда управление Построено на скриптах К сожалению Всегда будет И этого не избежать Но разработчики Это свели к минимуму Это случается Ну очень и очень редко Но случается Так что на всякий случай Приготовьтесь к этому И не бомбите И второй недостаток Который я лично заметил Этот недостаток Правда будет для кого-то Как Для кого-то будет Для кого-то нет Но для меня он К сожалению есть Это ну слишком Какая-то адская В некоторых случаях Хардкорность миссий Я не знаю Есть миссии Которые проходишь Минут 50 Памираешь там По 30 тысяч раз И понимаешь Что этот участок миссии Ты не пройдешь Эту миссию Ты не пройдешь Единственный способ Который остается Это идти куда-нибудь В город обратно В открытое место Лутать Прокачиваться Как-то Повышать Навыки И тогда Может с помощью Каких-то новых способностей Которые ты прокачаешь Уже как-то пройти Данный участок Все по-другому никак Приходится повышать Там жизни Удары Энергию И так далее В общем-то Это стандартно Но иногда Эта сложность Прям задалбливает Естественно В игре Выбрать уровень сложности Нельзя Он стоит по умолчанию Но Кто бы чего не говорил И какие бы недостатки У Дайн Клайда не было Для меня Это один из претендентов На звание Лучшей игры 2015 года Я знаю Говорить об этом рано Но тем не менее Это действительно Для меня лично Не знаю Как для других Замечательная игра В которой Хорошо практически Все Вот практически На 100% И у нее И у нее Случается Примерно Такой же Эффект Как с другими Хорошими Играми То есть Когда ты играешь Тебе все Настолько Нравится Все происходящее На экране Все это Все Настолько Завораживает И все Это Тебя Настолько Затягивает Что Ну Для тебя Это 10 из 10 И Спойлеры Я скажу Кое-какое Своё мнение Насчет Некоторых Моментов В игры Так что Если вы не прошли Игру Или же Прошли Там Я не знаю Процентов Ну Наверное Тейт с игры То Лучше Тебе выключите Потому что Дальше будут Спойлеры Реально И это Не есть Хорошо Так что Я считаю До 5 Если вы До этого Не отключаете То Не мои проблемы Ладно Ребят Никаких Бомбим В комментариях Не надо Хорошо Раз Два Три Четыре Пять Всё Вы не выключили Значит я продолжаю Дальше Высказывать Своё мнение О спойлерах Первое Что я хочу отметить Ещё раз Препреждаю Это спойлер Ребят Так что Если вы не проходили Лучше Выключите Я вас Настоятельно Это реально Рекомендую Не надо Слушать дальше Но Тем не менее В общем Обычно Как поступают С главными героями В играх Их пытаются Как-то хранить Некоторые герои Там живут Несколько игр Подряд Некоторые умирают Некоторые выживают Но тут Практически Все хорошие персонажи Которые сражаются Там за правое дело Которые тебе нравятся Далее Они просто берут И помирают Во время сюжета Причём Один из этих персонажей Даже жертвует Ради тебя Своей жизнью Там есть Такой нехороший выбор И у тебя Во время этого Какая-то такая Хрень образуется В игре Что Ты Сто процентов Должен Сдержать Своё слово Ты должен Доделать своё дело До конца Чтобы Тебе не противостоял Кто бы тебе не предстоял Кто бы тебе не мешал Вот Ради тебя пожертвовали жизнью Причём Человек Который тебе Действительно нравился И Который В общем-то Был ни в чём Не виноват Но это Жизнь Суровая жизнь И по-другому В принципе Не бывает И мне нравится Такой подход Разработчиков К сюжету Это действительно Класс Это Они Умеют Самое главное Играть на чувствах Игрока Там играет Подходящая музыка Подходящая атмосфера Всё происходит Подходяще И естественно Большинство персонажей Которые помирают Их естественно Жалко Но Тем не менее Опять же Это жизнь Это Зомби Постокалипсис И он не щадит Вообще никого Второе Это опять же То как Играют разработчики На чувствах игрока Дело в том Что Когда ты Во второй части города Один из домов Там защищаешь Ты слышишь Детский плач До этого Чувак в мирной точке Тебе говорил Вот есть Спавшие люди Которые там В баррикаде Где-то в доме В каком-то заселе С ребенком И выбраться Тут не могут В общем Если будешь Мимо проходить Помоги И у меня что-то Такое в башке Сыграло Я слышу Этот плач ребенка И Я понимаю Что Вот нужно спасти Что бы то ни стало Кого мне не приходится Не придется убить Просто взять И спасти Как бы это ни было Действительно трудно Но это в принципе Нормальный инстинкт Любого человека Любого хорошего человека У которого есть Хоть какое-то сердце Я не знаю И естественно Я там начинаю искать Начинаю убивать Всех кого вижу Открываю каждую квартиру В этом доме Их действительно Там много Там этажей наверное 5 И на каждом этаже Штука по 5 Наверное квартир Ты каждую квартиру Открываешь Лутаешь Обыскиваешь Ты слышишь этот плач И понимаешь Вот нужно спасать Что бы то ни стало Как бы это ни было бы трудно И в один прекрасный момент Ты находишь квартиру Там Шкаф стоит Ты понимаешь Вот из-за шкафа Доносится звук Доносится плач Ты Понимаешь Что за этим шкафом Есть дверь Ее просто Закрыли Ну Ты опрокидываешь Это шкаф Открываешь дверь А там не ребенок Там зомби ребенок Который издает Такой звук Что твой персонаж Сразу глушит И ты не можешь Ничего сделать В общем Отошел я метров На 5 назад Ты понимаешь Что это ребенок Выстрелить не можешь Но ты берешь Винтовку И пробиваешь Ребенку Бошку Чпонька Одной пули И нет Головы у ребенка Это еще раз Доказывает То что Во первых Разработчики Дэнк Лайта И Дэта Иланд Не боятся Какой то критики Они преподносят Такой контент Который доказывает Что иногда В жизни приходится Делать не то Что ты хочешь А то что нужно Делать Чтобы выжить И это действительно Классно Еще раз Огромный респект Разработчикам Ну в общем то Как то так ребят Я в общем то Высказал все что хотел Я во всяком случае На это надеюсь Что я ничего не забыл Хотя может и забыл Но тем не менее В общем Я надеюсь вам ребят Понравилось С вами был Миронов Дмил Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Смело комментируйте Увидимся в следующем видео Всем удачи И до скорых встреч На Теон Гейкс Пока ребят Субтитры сделал DimaTorzok